Всем привет! Я давно не был на связи с вами в таком формате видео широкоформатом и решил, что стоит записать что-то полнометражное, потому что то, что происходит в моей квартире, заставляет меня просто сходить с ума. Я, если честно, не знаю, что мне делать и хочу с этим поделиться с вами. Обо всем по порядку. Сегодня с утра я просыпаюсь от того, что слышу, что что-то упало в ванной. Твою мать, что это было? Что за хрень? Ребята... Я не знаю, из-за чего это могло быть. Сами понимаете, в ванной никакого ветра нет. Это я захожу туда и я вижу, что зубная щетка просто выпала на пол со стаканчика. Перед этим небольшая предыстория. Я просто посмотрел видео, как вызывают пиковую даму. И там была у чувака идентичная история. Тоже какой-то предмет выпал и он потом забил на это и все было типа нормально. Но, если честно, мне это не дает покоя, потому что... Ну, блин, сами понимаете, что за прикол. Зубная щетка просто так выпасть не может. Я почитал немного про призыв пиковой дамы. Там сказано, что если она действительно пришла и вот эта сущность может вам как-то навредить, то нужно провести самому ритуал по призыву пиковой дамы, чтобы попросить ее уйти и просто прервать всю эту связь. Естественно, вы понимаете, что сам я этого сделать не смогу, потому что мне реально стрёмно. Мне кажется, я обосрусь, если я это сам буду делать. Поэтому я попросил Артема, чтобы он ко мне пришел домой. Я подготовился. У меня, если что, есть специальная доска. Называется доска Уиджи для того, чтобы разговаривать с духами. Но для начала мне нужно ее призвать. Это нужно сделать с помощью двух свечек, зеркала и губной помады. Так, на моих виртуальных часах показывает, что осталось 5 минут и Артем придет. Поэтому ждем и начинаем. Угадайте, кто звонит. Здорово. Заходи. Угадай, что мы сегодня делать будем. Знаешь, зачем ты пришел? Зачем? Пиковые дамы вызывать. Ты что, проснулся, а сам что не можешь? Так я боюсь. Кого? Ну мне стрёмно, реально. Кого тебе стрёмно, пиковые дамы? Тебе 23 года, ты боишься вымышленных демонов. Чувак, у меня сегодня зубная щетка упала ночью, сама на пол. Реально? Нет, ну... А это точно никак объяснить нельзя? Я тебе серьезно говорю, она бы сама не выпала никак. Может, у тебя там трубы, дом шатается, я не знаю. Если это так, я буду очень рад. Ну, свечи вижу, уже зажег. Что дальше будем делать? Смотри, нужно любой красной штукой написать на зеркале, точнее нарисовать лестницу. Это типа как символ дороги, по которой будет спускаться пиковая дама. Может, помадой? Нет помады? Помады нет, я все поискал. Но я почитал, главное, чтобы это был красный свет, любой штукой красного света нужно рисовать. Мне, если честно, реально стрёмно. Тебе вообще не... Ты вообще не поешься? Так не, не очень, ну, блин. А что стрёмного? Так как эта штука могла выпасть, ты понимаешь? А вдруг она сейчас придет и... Тихо, тихо. Ты слышал? Что? А мне никого нет, странно. Ты пугаешь меня специально? Да нет, блин, просто так показал, что кто-то телек смотрит или что-то такого. Ну, как будто кто-то там был. Давай, рисуй лесенку, а потом нам что надо будет делать? Потом нужно будет три раза сказать пиковая дама, приди. Ну, нарисуй хотя бы лесенку давай. Я думаю, пока нарисуешь, ничего точно не произойдет. Ты вообще смотрел видосы? Это кто-то делал в интернете? Да, я смотрел, как кто-то это делает. И после того, как я это посмотрел, в ночь после этого произошла эта штука. Вот он нарисовал вот такую лестницу. И здесь дверь, типа, откуда она выходит. И теперь надо, типа, ее призвать. Да, теперь нужно сказать три раза и потом просто выйти из комнаты и подождать. Там сказано, что примерно через минуту она уже должна показать это. Что-то уже слегка мне стремно. Ну, давай попробуем. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. И что, что-то произойдет? Так, все, ребят, минута прошла. Сейчас я зайду в ванную и посмотрю, что-то изменилось или нет. Я думаю, ничего. И еще прикол в том, что свет нельзя включать. Да. Ну, у нас клан погорит, но она очень мало света дает. Чел, вроде так же, слушай. Вроде ничего не изменилось. Да, все по-своему стало. Чел, ты посмотри. Это видно на камере? Че? Где дверь? Двери нет. Почему она стерта наполовину? Свеча одна затухла, миг. Какого хрена? Это ты стер? Да нет, это ты стер, чел. Я скептик, я не верю. Мы вдвоем с тобой зашли одновременно. Ты верен, я стер, скажи. Нет. Да, ну, наверное, слышишь. Да, наверное, маркер плохой. Может, высох? Так, ребят, прошло уже около часа. Артем ушел, ничего не произошло. Помимо того, что какая-то странная фигня с зеркалом. Я не знаю, почему стерлась дверь, вы сами видели. Это дичь. Ну, возможно, возможно, я просто плохо нарисовал на ней маркер. Просто я думаю, если все сработало и она реально пришла в наш мир, мы сможем в этом убедиться, использовав вот эту доску. Как я уже говорил, это называется доска Уиджи. Она создана специально, чтобы общаться с духами из потустороннего мира. Не буду скрывать, мне реально стремно. Хоть она даже и не пришла, и я вроде как ничего не заметил. Но так как я сейчас сам остался в квартире, мне как-то немного стремновато. Ладно, я попробую сделать. Но если хотя бы какая-то хрень просто происходит, в ту же секунду я прекращаю это. Самое главное, ребят, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить выход следующей части. Она будет очень скоро. Я вам обещаю. Субтитры сделал DimaTorzok